Учитель русского языка и литературы Одинцовской средней школы номер 9 Екатерина Ильичева добилась больших профессиональных успехов. Она стала призером в московском областном конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», а также одержала победу в номинации «Физическое воспитание» и была отмечена дипломом первой степени. В первую очередь пошла туда за опытом. Посмотреть, как другие коллеги проводят какие-то открытые мероприятия, послушать, что они думают о воспитании современного поколения, поделиться своими мыслями. Поддерживала меня и директоры, и заучи, поддерживали представители из УМЦ. Поэтому это на самом деле не только победа одного какого-то человека, это победа целой команды. Достижение молодого учителя – это еще одна яркая страница в славной истории школы, признается директор учебного заведения. Она с гордостью заявляет, что на участие в конкурсе Екатерину Николаевну рассматривала в первых рядах. Ведь несмотря на то, что стаж ее работы составляет всего два года, педагог уже успела зарекомендовать себя. Первый, на кого мы посмотрели, это на Екатерину Николаевну, несмотря на то, что опыт у нее был совершенно маленький. И она абсолютно нам не отказала, сказала «хорошо». Она боец. Не занятость классным руководством ни двое детей, несомненно требующих внимания, не мешают молодому педагогу реализовать себя еще и в творчестве. Воспитываю всегда своим примером. Я стараюсь деток приучать и к творчеству, и к здоровому образу жизни. И считаю, если ты хочешь, чтобы твой ребенок был творческим, креативным и сильным, волевым, ты должен сам быть таким же человеком. Екатерина Николаевна отмечает, что самое важное – быть примером для детей. Им необходимо помогать. Их важно поддерживать в любых начинаниях, а также внимательно относиться к их просьбам. И тогда они обязательно ответят взаимностью. Она прекрасный педагог. Она ко всем заданиям подходит креативно. Не кричит, не ругается, не кусается. Так же, как человек, она всегда выслушает и поможет. Екатерина Николаевна, знаете что? Вы лучше всех. Мы вас любим. Милая Троссевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».